В республике продолжаются уборочные работы. Аграрии преодолели экватор. Скошено более 150 тысяч гектаров. Первые итоги осенней страды обсудили на планерке у главы региона. Капризы погоды отражаются на темпе уборочной страды. На этой неделе теплых дней синоптики не обещают. Минцельхозы региона прогнозируют, что завершить сбор урожая аграрии смогут не раньше, чем через неделю. По оперативной информации на жатве задействовано около 550 зерноуборочных комбайнов. Также ведется закупка государственными операторами зерна. На 4 сентября закуплено чуть больше 50 тысяч тонн зерна урожая 2017 года. Наша задача все убрать. Мы дали возможность в отдельные поля перевести кормовые культуры, где на самом деле засырены зерновые и зернобобои в культуре. Соответственно, эту работу надо проводить. Ни одного гектара урожая под снегом не должно оставаться. Зерновые культуры пережили дождливое лето. Урожайность каждого гектара превышает 27 центеров. Проблем с заготовкой семенного фонда у переработчиков возникнуть не должно. Продфонд свои планы перевыполнит на сегодняшний день. Они меняют в основном на удобрения. По сравнению с прошлым годом объемы завоза удобрений под осень в два раза больше. 20 тысяч тонн чувашливого продукта закупили. Всего по республике обмолочено 183 тысячи гектаров. В прошлом году было 281 тысячи. Намолочено 500 тысяч тонн зерна. В прошлом году на эту дату было 635 тысяч. При урожайности 27,3 центнера. По сравнению с прошлым годом на 4,7 центнера урожайность больше. В городах республики открылись ярмарки «Дары осени». Именно здесь овощи и картофель реализуют без посредников, а значит по низким ценам. Всего открыто 6 основных торговых площадок, где места предоставляются на безвозмездной основе. По просьбам жителей открыто дополнительно 3 торговые площадки. Винокурова 21, 10-й пятилетки 64, Еленковский проезд, дом 1. Также места предоставляются на безвозмездной основе. В сельхозярмарках принимают участие хозяйства Цивильского, Чебоксарского, Мариинского, Посадского и Брестинского районов. Ценовая политика сельхозярмарок регламентирована. Стоимость картофеля не превышает 16 рублей. Килограмм моркови обойдется в 23. Но большинству фермеров сейчас не до торговли. В разгаре уборка урожая. Помощь аграриям должны оказать кооперативы. У нас есть кооперативы, некоммерческие организации, которые созданы. Система Чувашпотребсоюза, они должны заниматься продажей и продвижением этой сельхозяйственной продукции с минимальным количеством посредников. Спрос на экопродукты растет. Ярмарки «Дары осени» работают неделю. И за это время реализовано порядка 60 тонн картофеля и овощей. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.